Все-таки надо быть предельно честными. Команда Беларуси все-таки группа Б. Мы играем в группе А, группа Б. Но все равно ребята хорошо играют, хорошо стараются и так далее. Но вместе с тем мы строим нашу работу таким образом, чтобы с каждым днем и с каждой игрой команда выходила на более высокий уровень, на более серьезный. Потому что уже через неделю официальная игра чемпионата Европы. Коррекцию мы делаем это да, потому что у нас мы сыграли хороший турнир в Турции. Некоторые моменты мы для себя отметили, над которыми надо работать. Тяжело, но как бы дается. Но все-таки стараемся кое-что исправить. То, что не удалось в Турции. И почувствовать уверенность большинству игроков. Потому что некоторые игроки довольно опытные. Для них не составляет труда играть на международном уровне. Но есть игроки, которые и в чемпионате, наверное, чуть меньше играли. Ну, как бы не такого высокого уровня. И меньше опыта международного. Именно международного. Потому что какая бы ни была Беларусь, сильная, слабая. Все-таки это соперник не уже зарубежный. Мы, хоть и братья славяне, но все равно уже команда другой страны. И совсем по-другому отношение к играм. Совсем другая химия крови, будем говорить. На сегодняшний день мы четко понимаем 10 игроков. И еще думаем, я думаю, завтра уже мы придем к определенному. Подведем черту и оставим 12 игроков, которые все-таки поедут защищать честь Украины и Испании. Как бы у него была там проблема со здоровьем небольшая. И необходимо было восстановиться. Ну, как бы он прибавляет от игры к игре. И ему как бы вливаться в этот коллектив. Но он здесь играл, он был лидером этого коллектива. И, собственно, он как бы занял свою нишу, свою позицию. И нормально играет. Явно видно, что команда уже сыграна. Видно, что команда работает в дивизионе А. Безусловно, есть определенные наработки. Очень четко они видны по сравнению с нашей командой, которая была собрана практически две недели назад полным составом. То есть, конечно же, у вас большое преимущество. Команда уже вышла, на мой взгляд, на ту нужную форму, которую нужно. Что касается нас, мы еще далеки от идеала. Потому что выведем под нагрузку еще, выведем немножко позже ее. По Украину можно сказать, что довольно крепких есть 8-9 человек, которые дают шанс говорить о том, что, я думаю, в дивизионе А может наделать шороха, если будет играть раскованно, так же, как с нами. И очень хороший процент попадания пока. Может быть, рано, но хорошо было бы, если бы осталось дальше. Мы работаем уже без выходных. 12-й день. То есть, мы практически не давали своим ребятам отдыха. Поэтому, закономерен, мы играем 12 человек, еще не нащупали свой состав. Поэтому очень много идет замен внеплановых, так скажем, для поиска нужного взаимодействия. Что же касается Украины, уже видно, что все сбалансировано, все стоит на своих местах. То есть, все точки уже расставлены. Мы менять в своих планах ничего не будем. Также будем использовать, потому что еще мы не нашли. Мы не нашли того, чего надо. Очень слабо пока реализация и штрафных бросков, и дальних попаданий, что совершенно несоответственно нам. Но это, наверное, говорит о том, что 12 дней без выходных. Мы после турнира в Турции стали сейчас играть более командно. И за счет этого забиваем больше. И в защите стали работать больше команда, разговаривать. И за счет этого получилась хорошая игра. Я хотел бы обыграть Литву. Ну, чтобы мы команда обыграли Литву. И хочу оплодить это в жизнь. Ну, и вообще нужно из группы выходить с тремя победами. Будем стараться, как лучше выступить. Других шансов нет. Надо бороться и все. Да, да. Ну, лучше намного стали играть. Команда больше. Ну, хорошо. Ну, у меня болезнь была. Потом я подвернул голеностопа два. Поэтому только сейчас начинаю восстанавливаться. Вот так. Ну, уже прихожу в форму по чуть-чуть. Не знаю. Сегодня более уже почувствовал зал. Давно здесь не играли, не тренировались. Почти все время занимались лишь на базе. Вот. Ну, не знаю. Может, хорошо отдохнул. Почувствовал так хорошо игру. И никто сегодня почти не брал на себя так сильную игру. Все старались сыграть пас на команду. Ну, уже когда сделали большой отрыв, уже можно было позволить себе там побросать. И трешки, и проходы уже тренер. И стал менять всех. Так, в принципе, команда хорошая, цепкая. Резво начали третью четверть. Забили нам 25 очков. Нам нужно больше работать в защите. Будем работать до Европы, потому что осталось уже немного. Вся игра идет от защиты. Готовимся серьезно, конечно, потому что, я думаю, мы ничем не хуже, чем остальные. Вот. Ну, для начала нужно выйти из группы, а там уже будем бороться дальше. Да, нам тренер сказал, что вчера как-то было скучно. Лавка не помогала. А сегодня было лучше даже в защите. Все равно там кто-то крикнет, уже лучше какая-то помощь идет. Коллектив очень хороший, веселый. Все очень дружно. Так что, в принципе, я думаю, у нас коллектив очень хороший собрался. Спасибо. Спасибо.